Реклама на вывеске жилого комплекса обещает комфортные условия рядом с центром Краснодара. Стройка в самом разгаре. Неподалеку, по той же улице Школьной, возводят еще дома. В общей сложности появится 1300 новых квартир, заселиться в которые должны 2500 жильцов. Правда, вот школа в этом районе одна, и та переполнена, работает в три смены. Похожая ситуация на улице Старокубанской. Там возводят комплекс, рассчитанный на 14 тысяч человек. Такая громадина занимает большую площадь, которой как раз и не хватает для строительства школы и детского сада. Проблемы новых жилых комплексов списаны будто под копирку. Об этом сегодня не раз говорили на заседании общественного градостроительного совета при губернаторе. Мы договариваемся, договариваемся, но наши договоренности на практике никак не реализуются. Не бывает так, когда мэрия или архитектор, бизнес строительный, они не хотят жить по-новому. Ну и горожане не хотят жить по-старому. Мы договаривались, значит, точные застройки, договаривались. Ну и почему она продолжается, я не могу понять. Коллеги, тут не надо же меня выставлять монстром. Я реально понимаю, что город должен развиваться, он должен строиться. Но строиться комфортным. Мы же договорились, город должен строиться комфортным для жизни. Не только квадратные метры. А жизнь должна поселяться в этих квадратных метрах, в этих кварталах. Если у вас на 14 тысяч жителей этот квартал, микрорайон, можно сказать, целый, небольшой, то тогда где благоустройство, где комфорт, где социальные объекты, а не где? Вот об этом кто должен думать? Мэр Краснодара заверяет Вениамина Кондратьева, что ни одно разрешение на строительство без детального проекта планировки не выдается. В таких документах, уточняет губернатор, должны быть указаны не только школы и детские сады, но и четко прописанная концепция всего жилого района, вплоть до бульваров и скверов. Но даже там, где, казалось бы, социальные объекты утверждены на бумаге, возникают сложности. На данный момент запроектированы школы и детские сады, как в гидрострое, так и в молодежном микрорайоне. Но на данный момент строительство жилых комплексов опережает сроки сдачи этих объектов. Поэтому, вот, обратились жители гидростроя, то же самое молодежное, просят о том, чтобы все-таки сопоставлять сроки сдачи социальных объектов. Позиция губернатора по комплексной застройке остается неизменной. Те, кто пытается отходить от утвержденных проектов, не должны в принципе заниматься этими вопросами. Я еще раз подчеркиваю, архитекты будут меняться ровно столько, пока этот бардак не прекратится. Вы-то бежатитесь или нет? В противном случае, еще раз подчеркиваю, я стану полностью настроен у жителей и горожан, и максимально исходить будем из народного архитектора, у которого позволит образование, и фликация это делает. Потому что архитектор от мэра ничего хорошего не делает. Архитектурный облик Краснодара – тема для города болезненная. Историческую часть краевой столицы пытались перекраивать под интересы строительных компаний. Чтобы не допустить этого, сейчас мэрия определяет границы исторического центра. Работа по-настоящему кропотливая и вызывает споры даже внутри профессионального сообщества. Спорят между собой ведущие архитекторы, специалисты в области охраны памятников. Для того, чтобы детально проработать вопрос сохранности историко-культурного наследия, планировочной объемной документации, мы идем сегодня по квартально. Провели инвентаризацию всех непосредственно объектов в 94 кварталах центральной части города. Жители Краснодара, которые участвовали в заседании, также предлагают усилить контроль над водоохранными зонами, чтобы не допускать там строительства. А в независимом движении «Помоги городу», в которое входят неравнодушные краснодарцы, разработали концепцию водно-зеленого каркаса краевой столицы. Только вот достучаться со своими предложениями до чиновников, часть из которых сидит сегодня напротив, получается не всегда, жалуются общественники. Мнение обычных гаража. Я вот на их мнение ориентируюсь, потому что они выражают мнение жителей, по крайней мере, точно уже большинства. Те, кто просто живет в обычных квартирах и одноэтажных домах. Встречать с тобой будет толк. А вы сидите все по гнезах и думаете, кто-то где-то какую-то информацию донесет. Информация та, которая настоящая, где вы ногами пройдете, ее глазами своими увидите. А это будет настоящая информация. И они абсолютно правы. И встречи должны быть не на моем даже уровне, а на вашем. Мы регулярные с ними. Регулярные. Тогда многие вещи будете просто не допускать. А сегодня мы бьем по хвостам. Заседание градостроительного совета длилось больше трех часов. Но и этого времени, чтобы озвучить проблемы миллионного города, недостаточно. Венимин Кондратьев попросил включить в состав совета горожан, которые участвовали сегодня в обсуждении. Его следующее заседание назначено уже на сентябрь. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.